Тема сегодняшней лекции это многозадачность. На одной из предыдущих лекций мы рассматривали различные виды отказов, ошибок, ошибочных состояний, а также аспекты, как эти ошибки можно обрабатывать. В частности, создание исключительных ситуаций и обработки в исключительных секциях. Повторим качественные характеристики систем реального времени. Они большие и сложные, потому что в себя включают аппаратное и программное обеспечение. Как правило, управление происходит на основе многозадачной среды исполнения, то есть конкурентной. Существуют различные способы взаимодействия с специальным аппаратным обеспечением, предназначенные для каких-то конкретных задач. Нужно обеспечивать гарантированное время ответа. Эти системы должны быть экстремально надежными во всех смыслах. Слово «надежность» и также их реализация должна быть эффективной. Задача этой лекции состоит в том, чтобы проиллюстрировать различные требования к конкурентному программированию, продемонстрировать все разнообразие моделей для создания таких процессов. Ну и также сделать некоторые основания для изучения взаимодействия между процессами. Это называется «Interprocess Communications». Содержание презентации. Значит, что такое, собственно, многозадачность, зачем она нам нужна, циклическое выполнение функциональных блоков, поддержка времени выполнения, типы процессов, состояние процессов и представление процесса внутри исполняющейся программы. Ну, то есть, вот этих данных о процессе. Конкурентное программирование – это имя данное, значит, такому процессу программирования и техническим средствам для выражения потенциального параллелизма и решения различных задач синхронизации и коммуникационных проблем. Ну, то есть, например, есть у нас некоторая задача, да, в нем можно две параллельные… два параллельных процесса управления реализовать, да, и эти процессы, в общем-то, с первого взгляда, независимыми. Так вот, задача именно реализации вот этого параллелизма – это как раз относится к конкурентному программированию. Собственно, реализация параллелизма включает в себя решение задач, в том числе создание аппаратного и программного обеспечения, которые существенно не зависят от самой сути создания программных, вот этих параллельных систем. Ну, то есть, это набор средств для их создания, в частности. То, что относится к конкурентному программированию, оно обеспечивает вот именно разработку самого процесса, без, так скажем, привязки к конкретным деталям реализации. Что вообще под параллелизма понимается? Ну, во-первых, моделирование параллельных процессов реального мира, вот, и виртуально все системы реального времени являются параллельными, то есть основаны на конкурентном программировании, из-за того, что вот эти вот устройства, они по своей сути, по своей природе функционируют параллельно друг другу. Ну, и третий вариант определения, что такое параллельное программирование, это возможность выражать потенциальный параллелизм таким образом, чтобы компьютер мог быть использован для решения определенных задач, то есть нескольких задач параллельно, либо несколько компьютеров, чтобы работали над одной задачей. Ну, на этом слайде приведен пример решения одной задачи и несколькими вычислительными системами, то есть это система резервирования билетов на самолеты. Ну, то есть есть разные информационные системы, они взаимодействуют с процессами непосредственно резервирования, они вот взаимодействуют друг с другом непротиворечивым образом, ну, чтобы нельзя было одно и то же место, грубо говоря, зарезервировать. Вот, и все это хранится в одной общей базе данных. Значит, как происходит взаимодействие между устройствами ввода-вывода, то есть это устройство, обеспечивающее взаимодействие с микропроцессором внешних устройств. То есть некий параллельный процесс требует вмешательства. Вот, например, скажем, процессором мы хотим какой-то сигнал обработать и потом, в зависимости от результатов, осуществить некоторые регулирования. Либо наоборот, например, идет у нас вычислительный процесс и происходит какое-то событие. Это событие прерывает процесс исполнения программы, происходит обработка этого прерывания, то есть взаимодействие с устройством и процессор продолжает работу. То есть и использование микропроцессора устройством по этой схеме работает так и обработка этой вот самой информации, приходящей от устройства в определенный момент времени, обеспечивается вот при помощи вот этих вот систем прерываний. Ну вот, на момент издания этой презентации как раз марсианские роверы готовились к отправке на Марс. И вот какие функции должны быть присутствовать на марсианском ровере, причем эти функции. Понятно, что выполняется независимо друг от друга, то есть конкурентное исполнение. Значит, первое там сканировать окружающую среду, то есть рельеф и отображать его на своем пути. Значит, получать различные данные от сенсоров, то есть вход от сенсоров, относящийся к тому, как там колеса взаимодействуют с поверхностью, обеспечивать управление питанием, подача на тот или иной мотор, да, и измерение различных характеристик окружающего воздуха, то есть температуру, освещенность, но это, конечно, не к воздуху относится. Ну и также обследовать какие-то конкретные частички на марсе. И в том числе передачу информации с земли на роверы обратно. Например, команды типа, ну давайте-ка таки разблокируем эту тупую антенну. И входные сигналы при их обработке, они могут каким-то образом соотноситься друг с другом, либо быть независимыми. Программное обеспечение должна вовремя выдавать ответы, ну в соответствии с дизайном этой системы, на все входящие сообщения. Терминология, относящаяся к параллельному программированию. То есть параллельная программа, она представляет собой набор автономных последовательных процессов. Эти процессы логически выполняются параллельно, ну то есть независимо друг от друга. И для каждого процесса в операционной системе представлено средство снабжения этого процесса вычислительным временем. Ну, по идее, это называется нить, да, конкретно, то есть легковесные процессы, что-то подобное. Ну, здесь это называется нить управления. Вариантами реализации конкурентных программ, да, то есть их запуска, как коллекции процессов, вот рассматриваются в компьютерной сайсе, например, мультипрограммирование, мультипроцессинг и распределенные системы. Мультипроцессинг, ну, к ним, например, кластеры относятся, то есть когда у нас несколько, несколько процессов и каждому процессу передано управление каким-либо вот этим, какой-либо задачей. Мультипрограммирование – это вариант реализации мультипроцесса и мультипроцессинга, когда отдельный процесс – это отдельная программа. Она может, в принципе, реализована быть на каком-то своем языке программирования. Реализовать параллельные вещи, то есть что-то исполняющееся в одно и то же время, можно двумя способами. Первый – это просто запуская каждый отдельно процесс друг за другом, последовательно, например, в какой-нибудь цикле. И суммарно это получится некий вариант последовательного программирования. Другой вариант – это использовать сигналы, ну, если брать, линуксовые сигналы, то есть каждому сигналу можно прервать исполнение какого-то основного процесса и передать управление другому процессу. И вот если последовательно передавать сигналы и ассоциировать разные процессы с очередним сигналом, то, соответственно, можно параллельно, то есть реализовать какое-то псевдопараллельное выполнение даже на процессоре с одним ядром. Ну и получается, что у нас, по крайней мере, должен быть один процесс, который будет раздавать эти самые сигналы. Третий вариант – это использовать много процессов. Например, каждому процессу дать решение от одной задачи. Нам нужно в этом случае координировать взаимодействие между процессами. Вот если бы у нас по первому варианту исполнялось, когда мы последовательно друг за другом процессы выполняем, то у нас не будет, например, проблемы с координацией доступа к общим ресурсам, потому что только один процесс выполняется в одно и то же время. Ну и тут могут быть возникать проблемы, связанные с производительностью, масштабируемостью. Использование небольшого количества процессов. В этом случае создаются несколько процессов, ассоциированных с параллельным, ну и с каким-то одним параллельным независимым потоком исполнения. Но в каждом таком процессе находится несколько подпроцессов, выполняющихся, например, последовательно. И вот получается, в этом случае у нас упрощается вот эта вот сама система, в том числе вот система обеспечения взаимодействия, синхронизации внутри вот этих наборов процессов. И при этом нам не нужно большое количество процессов. То есть такая система потенциально более масштабируемая. Ну и использование, то есть отдельно здесь ставится использование POSIX Tweets, то есть легковесных процессов, которые можно создавать внутри процесса операционной системы для решения как раз параллельных задач, параллельных основному процессу исполнения. Циклическое исполнение. Его традиционно реализовывать на языках программирования общего назначения, например, Pascal, C, Fortran, Cabal. Они изначально последовательные. Но кто изучал параллельное программирование OpenMP, например, OpenMultiprocessing, то вот эти вот OpenMP расширения, то есть это само программирование, оно является расширением языка C и Fortran. То есть их, вообще говоря, очень неправильно было бы включать именно в сам язык программирования вот эти расширения. Значит, стимулировать параллельность можно путем циклического запуска отдельных подпрограмм для того, чтобы обрабатывать очередь поступающих, например, сообщений, да, ну или выполнять какую-то конкретную работу. То, что здесь обозначено как Activities. Пример — это обработка информации из джойстика. То есть джойстик — довольно медленное устройство, поэтому мы, в принципе, можем создать некоторый цикл, то есть считать данные с клавиатуры, вычислить позицию очередную нашего игрока, да, и перерисовать дисплей. Такая система удобна при реализации несложных систем реального времени, ну, в принципе, игр, да, вот таких, где вот эти вот события, да, внешние возникают синхронно с исполнением программы. Ну, или, по крайней мере, так могут быть обработаны. Ну, если проанализировать такой подход, он, понятно, будет основан на бесконечных циклах. Для улучшения качества обработки используемых алгоритмов, да, нам нужно, чтобы цикл вращался как можно быстрее. Но это, в свою очередь, приводит к большому потреблению ресурсов, ну, в частности, электричества, да, вот Power Consumption. И, может быть, такой подход неприемлем, когда, скажем так, есть некоторые разделяемые ресурсы. Ну, то есть, вот этот вот цикл, он блокирует этот ресурс, и к нему больше никто не может получить доступ, ну, иметь в виду из параллельного мира, из параллельных процессов. Цикл должен достаточно быстро исполняться, да, для того, чтобы обрабатывать события, приходящие с высокой частотой. И, вообще говоря, это бывает очень трудно достичь, плюс еще надо, чтобы вот эти события, они в каком-то смысле гармонировали с процессом вычислений. Для событий, которые приходят не часто, надо периодически отвлекаться от основного цикла и делать вот этот вот запрос, периодически узнавать, есть ли какие-то задачи, которые нужно еще обработать. Ну, вот, это классическая модель программирования в Macintosh. Ну, Macintosh, как мы помним, у них есть, например, диски были, дискетки маленькие, четырех, там, 3,5 дюйма, по-моему, они назывались. Ну, как раз обработка дискетки была, то есть, периодическим запрашиванием устройства, есть там что-нибудь или нет, загружено или нет. Ну, основные недостатки такого подхода – это то, что результирующая программа, получающаяся, она, на самом деле, довольно странно выглядит и неэлегантно при этом. Декомпозиция задачи становится сложной, то есть нам нужно учитывать такие зависимости между процессами. Это, кстати, будет дальше проявляться в других недостатках. Построение вычислительной системы, где есть несколько процессоров с использованием такого подхода, достаточно сложное, то есть потом все равно нужно каким-то образом построить для нее параллельную схему. Ну и создаются дополнительные проблемы для обработки исключительных ситуаций. Ну, потому что, если они у нас последовательно эти задачи выполняются, то сбой в одной задаче фактически приводит к сбою всего цикла, да, вот этого. То есть, остальные задачи, их работоспособность, то есть способность выполнять свои задачи становятся зависимы друг от друга. В подходе основанном на множественных обработчиках сигнала, да, и с одним источником этих сигналов. Ну, важно о чем сказать, что, в принципе, это некоторый аналог прерывания программного или аппаратного. Но, опять же, обработчик сигналов не может синхронизировать свою работоспособность или свой процесс вычислений с другими задачами, которые запускаются таким же образом при помощи сигналов. И, по сути говоря, тут все равно у нас присутствует всего лишь одна задача в результате. Но когда мы будем синхронизацией заниматься, то это все равно приведет к тому, что мы получим всего одну задачу по первому варианту. Если сигнал, обработчик сигнала блокируется, да, то блокируется полностью вся программа и мы получаем зависшее приложение. Ну, и некоторая дополнительная информация будет приведена дальше. Ну, здесь приведена одна из возможных моделей состояния процесса. То есть процесс может быть находиться в состоянии не запущен, переходить туда-обратно в состояние created. Ну, понятно, что сначала он создается, а потом уже переходит в состояние не запущен. Ну, вот. Дальше один из вариантов. Он может быть проинициализирован. Вот такая более богатая модель по сравнению с теми, которые я приводил в предыдущих лекциях. Может быть запущен, может быть остановлен, может быть представлен, как не существующий среди процессов исполняемых. Кстати, почему-то нет состояния готов к исполнению. Ну, это, наверное, какая-то более общая модель. Следующим подходом это вот создание некоторой поддержки, да, на уровне операционной системы, аппаратного обеспечения, да, поддержки именно системы реального времени. То есть у него он похож на некоторую подсистему операционной системы, связанной с разделением ресурсов. Ну, вот шедулер является взаимодействием между... То есть обеспечивает взаимодействие между аппаратным и программным обеспечением. И вот этот внутренний алгоритм разделения ресурсов, да, он, вообще говоря, влияет на поведение программы во времени. С точки зрения повышения качественных характеристик программного обеспечения, то есть управления, необходимо, чтобы программа, ее структура, она, ее поведение не зависело от той среды поддержки системы реального времени, на которых она исполняется. Вот это вот среда поддержки реального времени. Ее можно реализовать, например, на уровне языка программирования, как часть этого языка программирования. Вот в свое время, то есть в конце 80-х годов, Николасом Виртом была разработана Modula 2. Вот внутри Modula 2 были специальные конструкции, как раз, например, для создания параллельных процессов и обеспечения их взаимодействия. Вторым вариантом может быть это реализация каких-то специальных конструкций внутри компилятора. Ну, тут как раз пример можно привести в современный OpenMP, то есть мы берем программу на C, так определенным образом ее размечаем, и в случае, если компилятор поддерживает создание параллельных процессов, то компилятор порождает программу, где на каких-то этапах эти процессы отдаются, синхронизируются определенным образом. Если же он не поддерживает, то строится последовательная программа. Ну и следующий вариант – это поддержка на уровне аппаратного обеспечения. Вот пример от языка CAM-2. Он, ну, в 86-м, с 86-го по 89-й год, разработана такая система вычислительная на основе транспьютеров. То есть каждый транспьютер представлял собой довольно простое вычислительное устройство с очень небольшим количеством команд, ну, типа RISC процессор. Ну, самое интересное в нем было в том, что с другими транспьютерами он взаимодействовал по 4-м, 2-мегабитным каналам. Там, по-моему, ну да, 2-мегабита было, то есть не очень большая скорость, но зато они были очень дешевые. Из них можно было делать различные сети взаимодействующих вот этих устройств. И вот возникла проблема, каким образом сети можно программировать. И вот изобрели язык ACAM. Вы можете в интернете найти довольно интересный такой язык. Свойства его восходят к структурному программированию. Программа представляет собой дерево, ну, как мы в языке там SI, Pascal, правильно организованы. Но только в каждом узле этого дерева находится специальное ключевое слово, каким образом вот эти подпроцессы, то есть в поддереве. То есть поддерево – это набор процессов или каких-то элементарных операций. Вот каким образом организовывать вычислительный процесс в своем поддереве, как раз узел и указывал. То есть бывают узлы параллельным выполнением пар большими буквами, последовательными секу или еще бывает alt – альтернативные варианты. То есть если один из поддеревев выполнился, то можно считать эту задачу решенной. То есть программа представляла собой такое вот дерево на этом языке. Также можно обеспечить вот эту поддержку реального времени на основе операционной системы. При этом она должна обеспечивать такое понятие, как процесс. Должна быть виртуальная машина. Она позволяет обеспечивать взаимодействие между процессами и абстрагироваться от уровня аппаратного обеспечения. Ну так, чтобы одна и та же программа могла выполняться на разных компьютерах с разными там устройствами. Ну, по крайней мере, чтобы у них класс был одинаковый. Вот. И современные операционные системы, они в себя включают возможность создания легковесных процессов. Их же называют еще нитями, их же называют еще потоками исполнения легковесными. Они могут существовать в рамках одной виртуальной машины и они могут получать доступ к ресурсам неограниченный. И программист должен обеспечивать возможность защиты от, скажем, интерференции этих процессов. Ну, это отдельная задача, это задача отдельной лекции. Также некоторые вот эти нити могут создаваться в операционной системе таким образом, что другие процессы их не видят. Ну, тут приведен пример с Windows 2000, где были, ну, собственно, нити видимые для ядер и вот уровни, которые были невидимые. Ну, я, честно говоря, сам не сталкивался с таким феноменом. Может быть, поэтому и не видно было их. Значит, программа параллельная состоит из различных конструкций. Ну, вот основные средства создания параллельных программ. Это способ выражения параллельного запуска или исполнения, да, при помощи понятия процесс или на основе понятия процесс. Значит, решение задач синхронизации и взаимодействия между процессами. Ну, то есть, синхронизация, это, вообще говоря, на 99% это возможность использования разными процессами или подпрограммами, выполняющимися параллельно одних и тех же ресурсов. Ну, например, клавиатуры, там, общего файла или разделяемой оперативной памяти не противоречивым способом. Ну, то есть, так, чтобы их взаимодействие не создавало дополнительные отказы и ошибки. Значит, также взаимодействие между процессами подразумевает communication, да, возможность передачи информации. То есть, какие-то определенные точки существуют, и в этих точках процессы останавливаются, синхронизируются, и после передачи информации происходит дальнейшее параллельное их вычисление. Процессы могут быть независимыми, кооперирующимися и конкурирующими. Ну, в частности, конкурирующими за ресурс. Ну, кооперирующие, то есть, выполняющие, например, одну общую задачу, разделяя номер данных кусками между друг с другом, либо передавая их в определенные последовательности. Ну, также к свойствам процессов относятся вот такие аспекты, как структуры данных, да, то есть, структуры могут быть фиксированы и известны в момент компилирования программы, либо динамические, то есть, создаваемые в процессе выполнения. Также организация иерархии между процессами. То есть, бывают процессы, вложенные друг в друга, дочерние там родительские, например, или там родительский парадай, дочерние, и плоские, то есть, они могут взаимодействовать друг с другом, но там нет отношения иерархии. Ну, вот в этой таблице приводятся различные варианты реализации, то есть, например, язык программирования конкурент Паскаль, в нем статические структуры и уровень взаимодействия между процессами плоский. А КАМ тоже статические структуры, но процессы можно организовывать иерархические структуры. Ну, модул 1.2 как наследник Паскаля, и СИ как наследник Алгола, в том числе и Паскаля, в какой-то степени, хотя исторически это не совсем так, ну, в принципе, они примерно схожи по уровню языки, так что у них, соответственно, есть возможность создания динамических структур данных, и у них, значит, внутрь встроена именно в сами языки плоская модель. Ну, от языка до и Java, они отличаются от предыдущих двух, то, что здесь можно создавать иерархии процессов. Следующий аспект характеристики процессов – это гранулярность. Ну, то есть, насколько много процессов на одну… то есть, сколько можно подпроцессов, скажем, в одном процессе породить. Вот такие характеристики. То есть, вот есть грубый, то есть Ada, POSIX, 30 и Java к ним относятся. Либо, значит, мелкогранулярный, гранульный, да, это вот OKML2, и еще можно сюда сейчас привести более-менее современный язык программирования – Erlang. Там на каждый… он функциональный язык, и на каждый запуск функции, по сути говоря, создается легковесный процесс. И в случае, если этот процесс, вдруг внутри в нем происходит ошибка, да, то он просто выкидывается из основного процесса, параллельно ему процессы выполняет программу. Ну, а также, значит, по аспекту процедуры инициализации процессор отделяется на процессы, которым передаются параметры, либо процессы, взаимодействующие в рамках межпроцессного взаимодействия. То есть, мы либо на вход что-то подаем, да, вычисляем потом на выход, либо, значит, это процесс, который получает информацию уже когда исполняется. Процессы могут останавливаться разными способами. Например, они закончили свое вычисление, и больше нет входных данных. Все выходные данные выданы. Зачем требовать дополнительного вычислительного времени? Его просто нужно закончить. либо процесс может самотерминироваться. То есть, суицидный процесс. Ну, например, была найдена какая-то ошибка, так и не имеет смысла какой-то его исполнять. То же самое только в случае, если ошибка является системной. Вот, например, попытка доступа в запрещенную область памяти с точки зрения операционной системы, это отвратительное поведение процесса, и она его сама завершает. Еще один вариант – это возникновение какой-то ситуации, при которой операционная система не может обработать. То есть, в предыдущем случае операционка вроде понимает, да, что происходит. С другой стороны, она понятия может не иметь. Ну, вот, в частности, примером, Entrepreneurial Condition может быть исполнение неизвестной инструкции. Вот, то есть тут… Ну, на самом деле, операционка, конечно, она создает что-то вроде вот этого варианта. То есть, процесс останавливается, выкидывается из памяти. От латчика можно перехватить, кстати, посмотреть, в чем проблема. Ну, либо процессы вообще никогда не останавливаются, и это по их, так сказать, первоначальному предназначению. Ну, примером выступает операционная система FreeRTOS. У него есть внутренний цикл, бесконечный. Правда, его можно настроить таким образом, чтобы он останавливался до возникновения следующего события, ну, то есть прерывания. Ну, то есть, в в смысле того, как, собственно, операционка настраивается, либо программа. У нас могут быть разные виды процессов, их остановки. Вложенность процессов. Процессы можно организовывать в иерархии. Они могут быть создаваемы родительскими процессами. Ну, в частности, это порождает родительско-дочернее представление. То есть, у нас есть процесс родитель или блок какой-то, да, который создает дочерний процесс. Процесс можно в родительске, например, приостановить, пока выполняется дочерний процесс. Ну, на самом деле, это все равно получается последовательная схема исполнения. Либо, значит, процессы можно организовывать в такие структуры, где один, значит, смотрит за другим процессом. Вот эти процессы называются взаимозависимыми. То есть, есть один, который надсмотрщик, Guardian, или его еще мастер называет. Еще старая терминология используется. Сейчас бы, наверное, в современной среде Евросоюза, наверное, было бы это неправильно использовать, такую терминологию. Ну, ладно, продолжаем. То есть, один надсмотрщик, другой что-то там исполняет, и в случае, если вдруг происходит какая-то проблема в надсматриваемом процессе, насмотрщик его номер прибывает, либо переводит в какое-то специальное состояние. Вот, Guardian бывает, кстати, внешними и внутренними. Ну, например, периодически запускается специальная процедура внутри этого процесса в цикле, да. Ну, то есть, есть процесс, который исполняет программу, и процесс, который проверяет состояние операционной среды. И вот этот процесс выполняет как раз функции Guardian. Ну, обычно, вот такое вот взаимодействие Guardian-Dependent реализуется при помощи так называемых WatchDog. Они потом, позже появятся в лекциях. Значит, какие правила взаимодействия между гвардейцем и надсматриваемым процессом? Ну, первое, что Guardian нельзя выходить из блока. Ну, то есть, выполняется какая-нибудь конструкция, вдруг Guardian захотелось сделать так, чтобы процесс вышел. Это должно быть недопустимо. То есть, такой процесс не может покинуть свое пространство имен, да. Guardian не может остановиться до тех пор, пока не остановится, надсматривая им процесс. Программа не может остановиться до тех пор, пока все ее процессы не остановятся. В качестве Guardian может выступать родительский процесс. Ну, например, это используется в языках, которые позволяют создавать только статические структуры, ну, например, CAM2. В языках программирования, где количество процессов динамично, да, ну, то есть, они могут создаваться, там, уничтожаться, то будет ли родительский процесс с Guardian или не будет, это, вообще говоря, не задается специальным образом. То есть, это нужно программировать конкретное поведение. Ну, вот, соответственно, здесь появляется дополнительное состояние при взаимодействии. Вот синим обозначено это состояние, так сказать, с точки зрения Guardian. То есть, нам нужно, например, ждать завершения подчиненного процесса. Ну, это, кстати, справедливо и до родительского процесса, скажем, операционной системы Linux, он сам не может остановиться до тех пор, пока все дочерние не остановятся. Ну, это в смысле корректной остановки. Можно, конечно, запустить системный вызов Exit, что приведет к уничтожению всех дочерних процессов. Ну, и то же самое при инициализации процесса. Нужно некоторое время тратить для того, чтобы подождать, пока дочерний процесс инициализируется. Но на уровне операционной системы, скажем, POSIX, из системного вызова FORG, выход не происходит до тех пор, пока, собственно, вот это состояние не будет пройдено. Ну, или процедура инициализации дочернего процесса. Процессы взаимодействуют с разного рода программными объектами. Ну, они делятся на два класса. Активные объекты, которые сами могут активизироваться. Ну, это называется активные агенты. И реактивные объекты, да, которые могут выполнять какое-то действие, если им было передано управление. Ну, это пассивные данные. Они, в свою очередь, делятся на ресурсы и пассивные объекты. Вот пассивные объекты, они никаким образом не влияют на процесс взаимодействия между процессами. Вот, а вот эти ресурсы, они как раз тут очень важно именно обеспечивать управление процессом действия над ними, да, в частности. Могут быть определенное время с агентами, могут быть не быть, да. Ну, скажем, если один процесс взаимодействует каким-то ресурсом, то с точки зрения другого процесса этот ресурс становится активным ресурсом. Доступность этого ресурса может зависеть от внутреннего состояния ресурса и внутреннего состояния процесса. Ну, то есть, например, мы можем получить к нему доступ, а можем не получить, потому что он заблокирован другим процессом. Реализация ресурса требует наличия некоторого управляющего агента. Ну, под агентом, по идее, можно понимать некоторый автомат взаимодействия двух процессов при взаимодействии с этим самым ресурсом. Ну, вот ресурсы бывают с точки зрения реализации этого автомата защищенными или синхронными ресурсами. Здесь управление пассивно, ну, то есть, оно происходит внутри процесса, который получает доступ к ресурсу. Значит, достоинство — это эффективное взаимодействие с ресурсом. Недостаток — это негибкость этого самого взаимодействия. Например, если мы хотим третий процесс добавить, то в самом примитивном случае получается, что нам нужно создать некоторые семафоры и при помощи этого семафора регулировать доступ к этому ресурсу только одним процессом. Но может быть так, что вот этот ресурс, да, его можно разбить на какие-то отдельные куски, и внутри этих кусков могут разные процессы параллельно эти куски обрабатывать. То есть, тут вот такую схему уже немножко сложнее реализовать в рамках вот этого защищенного варианта. Второй вариант — это серверный, то есть, специально отдельный процесс для синхронизации выделяется. То есть, это, с точки зрения других процессов, это некоторый активный ресурс. Он управляет этим ресурсом. Ну, то есть, активный агент, управляющий этим ресурсом. И такая схема, она получается более гибкой, но может привести к разрастанию именно поглощенных этим процессом ресурсов вычислительной системы. Это Proliferation называется. Значит, да, Java Posix поддерживает все варианты вот этих синхронизаций доступа. А OCam поддерживает только серверный вариант. Ну, например, там выделяется отдельный микроконтроллер для микропроцессоров для обеспечения вот этого серверного ресурса. Значит, процессы можно представлять в разных системах программирования по-разному. Ну, вот, коррунтины, то есть, исполняющиеся совместно, например, функции, там, или процедуры. R в современной языке программирования их поддерживает. Fork Join, ну, это на уровне операционной системы языка C и стандарта POSIX. Значит, мы при помощи Fork создаем процесс. Join – производим ожидание завершения дочернего процесса. Co-begin – это совместное начало процесса. Ну, это вот в языке модула, в том числе, да, используется. Ну, и также explicit process declaration, то есть, это представление. Ну, то есть, один из вариантов вот этого подхода, явного представления процесса – это разработка одной программы, как одного процесса. Ну, на этом слайде представлен вариант как раз создания SOO вот этих параллельно выполняющихся подпрограмм ковраутинах. То есть, у нас выполняется одна программа, запускается программа B, при этом параллельно происходит дальнейшее выполнение. И в разных местах тут, по-моему, не обозначено немного эти ковраутины, они еще могут друг другу информацию передавать. И вот, в зависимости от наличия ресурсов, ну, то есть, если у нас, например, свободное ядро, да, то мы либо создаем параллельную, конкретно параллельную физическую схему, либо псевдопараллельную, то есть, где определенные куски времени выделяются на выполнение той или иной нити. Караутины, ну, то есть, ко-процессы, они похожи на подпроцессы, но управление передается им в некоторым симметричным образом. Процессовное время, ну, то есть, начало, в том числе, их исполнение, оно начинается с того, что выполняется Commander Resume, то есть, переводится из спящего режима в исполняющийся. Значит, в ковраутинах нет, как правило, выхода из него, то есть, это, на мере, какие-нибудь процедуры с циклом внутри, выполняющие что-то, и по мере, так сказать, исполнения они получают какие-то данные, выполняют ее и возвращают. Значит, у этих ко-процедур есть область памяти, которая сохраняется между последовательными их запусками. Ну, то есть, по сути говоря, цикл, да, то есть, в какое-то время он приостанавливается, так, но память сохраняется. В следующий раз, когда мы опять их активируем, мы можем вот эту память использовать, ну, мягкие значения там накапливать. Вычисление ко-программ останавливается, как только процессорное время заканчивается на их исполнении. Значит, пример, это Modulo 2, но эти вот ковраутины, которые я только что представил, они не совсем похожи на ковраутины Go, вот, ну, надо с этим тоже поразбираться. Значит, модель Fork and Join, то есть Fork, она запускает некоторую процедуру параллельно с той, которая вызвала этот самый Fork. Вот, Await, значит, процесс, который запустил Fork, ну, то есть, создал дочерний процесс, он ждет выполнения дочернего процесса и после этого продолжает свое исполнение. Таким образом, определенный вид синхронизации достигается. Значит, одни есть в языке MESA и в стандарте POSIX. Ну, здесь приведена программа на оперон-подобном языке, или даже ADAP-подобном языке. И вот тут мы видим, что у нас есть некоторая функция F, и мы ее запускаем параллельно с C, параллельно с основным процессом. И получаем значение из процесса, например, C, да, вот синхронным образом. То есть это вот Fork и Join встроен прямо в язык программирования. Значит, система Fork and Join позволяет создавать динамические вот эти вот процессы и передавать параметры между ними. Ну, то есть, скажем, мы запускаем функцию и передаем ей параметры. Как правило, вот этот дочерний процесс, он возвращает какое-то одно значение, вот, сразу после завершения этого процесса. Значит, такая система, она достаточно гибкая, вот, но недостаток, она на некоторой степени не структуризированная. То есть нам нужно обязательно, чтобы процесс владельца или Guardian явным образом ждал всех своих подчиненных, пока они не завершатся. Ну, например, вот в Linux, в Unix мы создаем 10 процессов, где сохраняем их дочерние идентификаторы, точнее, просто идентификаторы процессов. Вот. Fork возвращает 0 в родительский процесс и идентификаторы дочернего процесса, ой, наоборот. Вот. То есть ворк возвращает идентификатор родительского процесса, дочернего процесса родительский, а в дочерних возвращается 0. Таким образом можно определить, по какой дальнейшей траектории он должен быть выполнится. Ну, здесь, отвечая на этот вопрос, очевидно, создаётся 9, 10 процессов. То есть 0, 1 и по 9. Значит, co-begin, или par-begin, или ещё par, ну, это вот как раз как в Ocam, да, конструкция. То есть здесь у нас некоторые структурированный вид, то есть в join, то есть в предыдущем варианте, почему она не структурирована? Потому что мы можем создавать не, скажем, не набор сразу 5 процессов, так, а именно сам процесс, он создаётся. То есть сам процесс создания процессов, он несколько недетерминированный. Вот. А здесь же происходит параллельное именно создание, мгновенное, да, вот эти 0. Они одновременно создаются, одновременно инициализируются и одновременно завершаются. Это, кстати, схема похожа очень на OpenMP. Ну, правда, она реализуется на основе вот этой fork-join схемы вот этих легковесных процессов. По X, P30. Ну, эта схема сейчас не сильно популярна. Ну, явная декларация процессов. Типичный пример – это различные классы, там, C++, представляющие собой вот этот вот легковесный процесс или класс Java, задача. Они бывают, соответственно, эксплицитными, они могут быть, ну, то есть явно представлены, либо, значит, неявно представлены. То есть мы, например, можем создать функцию и на основе этой функции породить уже экземпляр некоторой задачи в Java, например, не создавая непосредственно конструкцию. Ну, и в заключении этих слайдов, что нужно сказать, что разработка приложений, ну, то есть конкретного программного кода систем реального времени, оно должно быть параллельно в силу того, что моделируется предметная область, включая в себе естественным образом параллельные процессы. Ну, то есть она параллельная и при этом наследует свойства моделируемого объекта. То, каким образом представляются параллельные процессы, зависит от языка программирования операционной системы и способ реализации вот этих параллельных процессов, он бывает очень разнообразный. Ну, тут написано expressive power, то есть есть специальные конструкции, которые их создают, либо там какие-то ресурсы операционной системы. То есть этот вопрос отдельно поднимается. Отдельно поднимается вопрос, значит, каким образом конкретный вариант параллельной схемы можно реализовать, при помощи каких вариантов, каких ресурсов. Если мы, если у нас нет никаких возможностей создавать параллельные процессы, то мы вынуждены реализовать наше программное управление при помощи одного единственного цикла управления. The Single Control Loop, в котором все процессы последовательно ли в той или иной степени выполняются. Внутри этого цикла очень трудно поддерживать некоторые свойства отдельных задач, вот, потому что эти процессы друг от друга зависят и, соответственно, мы не можем полностью управлять отдельными процессами. Ну, также очень трудно, вообще говоря, предсказывать поведение такой системы. Вот, что там дальше. Если параллельное программирование является частью среды программирования, да, то есть конкретного языка, там, Modulo 2, ADA, OCaml 2, например, то во время выполнения необходимо существование, ну, специальной операционной среды, поддерживающей реальное время. И эта операционная среда, она должна обеспечивать запуск вот этих самых процессов. Процесс может находиться в одном из следующих состояний. То есть несуществование, быть созданным, инициализированным, исполняющимся, ждущим своего завершения, ждущим завершения дочернего процесса, ну, и остановленным. Модель процесса характеризуется структурами данных, которые внутреннего обрабатываются, то есть они бывают статические, динамические. Значит, иерархии, ну, местоположение в некоторой иерархии, иерархия процессов может быть плоской, они все равноправные в каком-то смысле, либо зависят друг от друга, то есть, там, быть дочерним или родительским. Каким-то образом происходит инициализация этого процесса с или без передачи параметров. Ну, то есть, если у нас нет передачи параметров, то мы должны какой-то inter-process communications налаживать. Значит, гранулярностью, то есть, они могут быть совсем, может быть, очень большое количество мелких процессов, либо они такие грубые, большие, ну, что более часто встречается. Также модель исполняющего процесса характеризуется способом его завершения. То есть, в результате завершения выполнения программы, либо он сам убился, либо убила операционная система, либо он убился за счет того, что выполнил недопустимую операцию, либо он вообще никогда не завершается. Процесс можно представлять в виде ко-процедур, fork-join системы, где родительский процесс может прожидать дочерний. Процессы могут начинаться, как некоторый набор одновременно исполняющихся процессов, независимых друг от друга, либо представленным быть в виде специальных структур языка программирования, системы программирования, либо операционной системы. Ну вот, несколько старых книжек к тому времени, но почитать. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!